ННТ в числе лучших. Телеканал получил благодарность главы Дагестана за оперативность и профессионализм. В рамках встречи с прессой журналисты также получили возможность задать вопросы руководителю региона, касающиеся изменений намеченных в жизни страны после послания главы государства к Федеральному собранию. Самая тиражная газета Дагестана с самым мирным названием. О секрете успеха газеты «Ас-Салам» в нашем выпуске. Наставление будущим чемпионам поддержать дагестанских вольников перед началом Олимпийского сезона приехали представители руководства республики. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Джамина Шарикова. Накануне глава Дагестана наградил представителей ведущих СМИ за честное и профессиональное освещение происходящего в республике и информационную поддержку работы органов власти всех уровней. Встреча с журналистами прошла в Доме правительства, где собравшиеся обсудили послание президента страны федеральному собранию. Затем перешли к торжественной части. Владимир Васильев отметил благодарностью за качественное освещение республиканской новостной повестки и нашу телекомпанию. Заслуга отмеченная главой всего коллектива, во-первых, и всех тех, кто и раньше работал, и сегодня продолжает работать. То есть, как сказать, на самом деле много эмоций, но есть осознание того, что моя заслуга там не основная. На самом деле весь коллектив, я пользуюсь с учетом всех поздравляю, телеканал ННТ, вы, как всегда, молодцы, вы, как всегда, отмечены. Ну и будем надеяться, что в дальнейшем мы будем только набирать. Также благодарности главы был удостоен коллектив газеты «Ас-Салам». Это одна из самых тиражных газет в республике, главной целью которой является духовно-нравственное просвещение. Такой подход позволил оценить посыл публикации не только читателям Дагестана, но и тем, кто находится за пределами республики. Ведь сегодня газета распространяется по всей России. Именно ориентация на просвещение – залог успеха издания, считает главный редактор. Сегодня газета «Ас-Салам» опускается на 11 языках. Я думаю, это подарок для дагестанских читателей. Она у нас всероссийская и по всей России. Значит, 30 тысяч уходит в Дагестан. И для всего Дагестана признание газеты сегодня, конечно, является, безусловно, очень значимым. И признание не только… Ну, редактор, наверное, здесь как бы самый последний человек. Это работа всего коллектива. А у нас он очень большой. У нас очень большая сеть распространителей. Это как бы общая такая вот победа, да, именно дагестанского сегмента. Поэтому большое спасибо дагестанскому руководству за это признание. Тезисы послания президента, ставшего главным ньюсмейкером недели, обсудили на встрече Владимира Васильева с дагестанскими журналистами. Материнский капитал, поддержка малоимущих, лекарственное обеспечение и качественное водоснабжение. Все то, что касается практически каждого. Детали мероприятия у Хаджи Курбановой. Встречу с журналистами глава республики начал с благодарности за объективную подачу и активное освещение происходящего. Впереди еще много чего предстоит, заверил глава, и работать будем вместе. Такой подход располагает к диалогу, а поэтому и вопросы от журналистов не заставили себя долго ждать. В частности, один из первых о новости, которая повергла в шок всю страну сразу после послания главы государства. Отставка правительства и назначение Мишустина. То, что президент предложил криминатуру Мишустина, в моем понимании, для меня лично, это очень важно. У Мишустина есть совершенно наглядная работа. Кто-то очень правильно сделал, что когда его в доме представляли, нарисовал график. Все помните? График. Из года в год. И сколько растет. Это хороший пример, работа с хором. Журналистов, конечно, волновали и дела республиканские. В частности, был обсужден вопрос материнского капитала и поддержки малоимущих. Поддержку окажут и тем, кто нуждается в медпомощи. На выделение льготных лекарств в этом году в республике заложен 1 миллиард рублей. На льготное обеспечение лекарствами за счет республиканского бюджета, о том, подтвердите меня, будет выделено около, уже выделено в бюджете, около миллиарда рублей, что в 6 раз больше, чем в 2017 году. Это куда идут наши налоги. Несмотря на то, что тематика встречи была в основном связана с тезисами послания президента, не обошлось и без вопросов по другим проблемам республики. Что планируете делать по Махачкаре, по чистой воде? Есть ли какие-нибудь планы? У нас очень сложная ситуация. Мы советуем к Кизляре, Куйнавске. Очень сложно. Но мы сейчас знаем, что мы знаем. Если вы следите, то мы знаем, что в Кизляре пошел процесс, в Махачкаре пошел процесс, в Куйнавске пошел процесс. По Махачкаре, безусловно, будем работать. Там у нас есть много проблем. Есть проблема одна большая. Вот канал. Часто в руках. Это отдельный темп. У нас такой пиковый день в сутки, когда пошел мокрый снег в конце прошлого года. Вы наверняка видели, нас даже показали по каналу. Все правильно. Вода не уходила в трех местах Хрешковы. Нельзя было проехать. Хрешковушка не каждый решалась пройти через эти лужи. Ну, я как человек, так сказать. Ну, в общем, не очень глубоко все понимающий. Я позвонил главе, ну что, трудно взять аварийку. Пусть она ездит с интервалом, там, час. В сапогах люди выходят, чистят эти вот решетки, которые сбивают полиэтилен, там, листва. Ну, понимаем, о чем мы говорим. Ну, не пропускают. Ну, логично, логично. Через некоторое время мы потом докладывали. Стали чистить, ну да. А тут, смотри, вода-то не уходит. А почему не уходит? Стали разбираться. А в ревне в канализацию пустили все дома, которые строились вдоль этой левушки. Без замков. Понимаете, что они? То есть, они превратили в самобольного. Вот так вот работает. Тоже десятилетий. Понимаете? Ситуация с водой сложная. Есть масса прилегающих проблем. Однако в этом году будет составлена проектная документация по водоотведению. Поэтому вопрос решается. Нужно только время. Не осталось и без внимания культурная составляющая жизни республики. Главный редактор журнала «Литературный Дагестан» Мурат Ахмедов напомнил, что в своем послании глава государства затронул тему защиты исторической памяти и отметил, что до сих пор не прекращаются попытки исказить историю как на международном, так и на межрегиональном уровне. К сожалению, нападки и на наши достижения исторические, и на личности, они становятся уже и общемировым трендом, и даже межрегиональным. В связи с этим у меня не столько вопросов, сколько предложения. Любые инициативы власти, они все-таки без идеологического сопровождения не так хорошо принимаются людьми. В обратную связь от власти получить тоже какие-то, может быть, поручения вы дадите в этой связи. Мы попробовали по 23-ю разгрома, добавить сейчас. Там была всякая специфика. А здесь другое. Поэтому, конечно, нам сейчас можно из этого всего извлечь уроки, выводы и использовать максимально. Это непросто. Просто так вот. Если упрощенно, то можно получить обратный эффект. Это лучше меня всегда. Это надо серьезно. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТМ, Махачкала. 200 миллионов на строительство самой крупной на Северном Кавказе обувной фабрики. Такой цех планируют строить в Махачкале. Строительство уже началось. До конца февраля будет сдан первый этаж здания. Инициаторы планируют завершить строительство четырехэтажного здания фабрики самой современной инфраструктурой уже в текущем году и запустить сам завод в начале 2021 года. А в Дербенте после капитального ремонта сдан многоквартирный дом. По этому поводу состоялось торжественное мероприятие. В здании, построенном в 80-х годах прошлого века, рабочие полностью заменили кровлю. Ход ремонта контролировали сами жильцы дома, обсуждая с подрядчиком свои пожелания. Замена кровли была произведена оперативно и качественно. Работой строителей жители дома остались довольны. Молодцы, что они сделали такую огромную работу. То есть сделать такой большой подарок нам к Новому году. По программе капремонта за пять лет в Дербенте обновили 50 домов. В этом году планируется провести ремонт еще в 14. По словам руководителя фонда капремонта Магомеда Алиева, жители платят за капремонт по минимальному тарифу, принятому в стране. Все мы должны знать о том, чтобы других денег для того, чтобы создавать красоту, улучшить жилищные условия, других денег не существует. Все зависит, друзья, от вас. Если мы будем своевременно нормально оплачивать, мы сделаем и фасад. Вы видели, наверное, другие дома. Мы полностью меняем инженерку. Светское и религиозное образование должно дополнять и взаимообогащать друг друга. Это и многое другое отметил в своем выступлении муфтии республики шейх Ахмад Афанди на встрече с педагогами и студентами заочного отделения ДГИ. Встреча студентов с духовным лидером Дагестана была организована по инициативе руководства ВУЗа с целью повышения их мотивации к учебе. Абдулла Алиев подробнее. В Дагестане всегда ценились слова мудрых и благочестивых людей. Для студентов ДГИ встреча с муфтем республики шейхом Ахмадом Афанди стала возможностью получить ценные наставления и обогатиться духовно. В своем выступлении духовный лидер Дагестана отметил, что религиозные деятели должны иметь светское образование, а светские люди по возможности должны стараться приобщаться к знаниям духовным. И тем, и другим ДГИ помогает справиться с этой задачей. Все обязаны получать образование. Но в последнее время, сколько лет относится к этому времени, я не знаю. Даже можно сказать, после перестройки, до этого религиозный человек мог бы обходиться без светского образования. И светский человек мог бы обходиться без религиозного образования. А после перестройки я считаю обязательным оба образования, и религиозным, и светским. Будьте мудрыми. А что я подразумеваю под словом мудрый? Нужное время, нужное слово, нужно вместе говорить. Вот мудрый человек. Ищите знания, даже если для этого придется ехать в далекий Китай. Так говорил пророк Мухаммад. Мир и мое благословение. Но жители нашей республики, благодаря такому вузу, как ДГИ, имеют все возможности получать качественные знания у себя на родине. И не ездить так далеко. К тому же, развитие вуза с каждым годом набирает все большие обороты. В любом случае, любое обучение, оно на что направлено? Одно дело – получение каких-то знаний, другое – это получение официального какого-то документа. Поэтому, безусловно, эти студенты наши, они обучаются, они духовно обогащаются, они получают знания, и плюс по итогам завершения обучения, они получают документ об образовании, который подтвердит статус в обществе, где они завтра могут пойти в любую государственную организацию, где могут, показав этот диплом, устроиться на работу. На текущий год число студентов заочного отделения института превысило 800 человек. Каждый из них выбрал для себя этот вуз с целью получения необходимых навыков для реализации своих дальнейших планов жизни. Все мне очень нравится. Я учусь на заочном факультете. Второй курс – лингвистика для изучения языка. Я очень хочу заниматься именно в этом направлении. Хочу стать преподавателем либо арабского, либо английского. Немного с трудом мне это в данный момент удается, но я надеюсь, что у меня все получится с помощью наших преподавателей. Здесь очень качественное образование. Это очень мне нравится. Я приехал с Москвы специально для того, чтобы отучиться на журналистика. Вот уже второй курс прохожу, мне очень нравится. Мы с семьей посетили Дагестан. Мы очень впечатлены были вообще Дагестаном. И когда я узнала о том, что в Дагестанском гуманитарном институте можно получить теологическое образование, и образовался факультет на тот момент, агредитованный, один из в России, то есть первым, то есть у меня не было больше никаких желаний, как поступить именно сюда, получить теологическое образование вместе наряду с светским гуманитарным, конечно же, исландское образование. У Дагестанского гуманитарного института будет большое будущее. Напомню, что Дагестан является одним из ведущих вузов Республики Дагестан. Инициатива по созданию которого принадлежит руководству региона. Вуз имеет аккредитацию и выдает выпускникам дипломы государственного образца. Абдулла Аликмусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. На неделе по всей стране отмечался День печати. Работники печатных изданий Республики принимали поздравления с профессиональным праздником. Газета «Ассалам» вот уже 25 лет служит читателю и помогает постичь азы ислама. Мы решили узнать, как руководству газеты удается на протяжении стольких лет не только сохранять свою аудиторию, но еще и увеличивать число читателей. Общий тираж газеты «Ассалам» составляет более 140 тысяч экземпляров. Это очень большой тираж по Дагестану, и мы стараемся учитывать мнения наших читателей. Отзывы получаем на электронную почту, получаем письма и изучаем то, что им интересно. Вот это все стараемся затрагивать уже в газете. То есть каждому нашему журналисту, автору, мы получаем определенные задания. И они, хвала Всевышнему, справляются с этим на отлично. В Кизляре растет число отравившихся некачественной питьевой водой. Всего зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции. На помощь местным врачам прибыли их коллеги из Дагестанского медуниверситета, Центра инфекционных болезней и медучреждений Хасавюрта. Причины произошедшего уже установлены. Заведено уголовное дело. Подробнее обо всем расскажет Патимат Ханапова. Число отравившихся питьевой водой в Кизляре растет катастрофической быстротой. Каждый день в городскую больницу поступают десятки пациентов с диагнозом острая кишечная инфекция. Госпитализировано более 100 человек. Половина из них – дети. Детское и взрослое инфекционное отделение уже переполнены. Распределять больных приходится и по другим палатам. Тошнота, слабость и высокая температура – симптомы у всех одинаковые. Первый случай был зарегистрирован 10 дней назад. И Ломарова попала в больницу с двумя детьми. Сначала инфекцию выявили у сына, затем и у дочки. В начале у старшего сына 39 температура была, и он начал говорить, что я всю ночь в туалет бегал. И потом я его решила оставить, не отправлять в школу. И девочка, на следующий день девочка начала температурить, и у нее то же самое. Но к обеду у нее уже кал как бы с кровью начала. И уже как бы я начала переживать, и вызывала скорую. Сейчас медики состояние детей оценивают как удовлетворительное. Впрочем, на поправку идут не только они. Из городской больницы уже выписаны 16 пациентов. Среди них семеро детей. Есть заключение, значит, бактериологических анализов. Высеяны шигелы. У пациентов имеется шигелез. Состояние всех пациентов – это легкая степень и средняя степень тяжести. То есть тяжелых пациентов каких-то мы не наблюдали. Источник отравления, по данным Роспотребнадзора, вода из отобранных 10 проб ни одна не отвечает гигиеническим требованиям. Очаг, дизентерии, микрорайон, черемушки. Сейчас все водные резервуары кизляра опустошают и будут полностью дезинфицировать. Будут проводить ревизию всех водопроводных сетей, всей магистральной линии, проверять, есть ли прорывы и подсос грязной воды в эту водопроводную магистральную сеть. Система канализации этих людей будет переделана полностью, чтобы избежать вот таких случаев. Причем водопровод, который сейчас новый прокладывается, 400 метров, он прокладывается в обход всех сетей, чтобы тоже исключить какое-либо попадание или всасывание всяких этих. Тем временем в городе идет активная вакцинация от гепатита А. Уже привито свыше 750 детей в школах и детсадах. Минздрав настоятельно рекомендует населению города не пренебрегать мерами предосторожности. Использовать в быту воду из-под крана кизлярцам можно будет с воскресенья. По тематам Анапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Кизляр. Хирурги Республиканской клинической больницы прооперировали 25 детей с тяжелыми посредствиями ожогов. Подобные операции хирурги проводят более 100 в год. Однако, нуждающихся в таких операциях намного больше. При отборе приоритет отдавался детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. Подробнее об акции расскажет Луиза Раджабова. Их раны затянулись, но остались серьезные рубцы. Жизнь пациентов лишена комфорта, а им сложно сгибать руки и пальцы. Сейчас мы будем делать пластику. У сына вот здесь. Здесь будем поправлять. И на руках пластика будем делать. У эти рубцы будем поправлять. Ежегодно врачи ожогового центра РКБ успешно осуществляют более 100 оперативных вмешательств по устранению последствий ожогов. Однако, нуждающихся пациентов в разы больше. Благотворительному фонду операция «Улыбка» более 10 лет. Их акция – еще одна возможность абсолютно бесплатно – получить помощь и консультацию международно признанных профессионалов своего дела. Это оказание помощи детям с расщелинами лица. То есть это заячья губа, волчья пасть, расщелина губы и неба. Также мы занимаемся другими ситуациями, которые требуют вмешательства пластического хирурга, в том числе ожоговыми деформациями. При отборе пациентов отдавали приоритет детям из малобеспеченных семей. За короткий срок врачи вернули комфортное жизни – 25 маленьких пациентов. Наш приезд – это просто еще одна из возможностей немножко поучиться друг у друга. Мы у ваших специалистов, ваши специалисты, чем-то у наших специалистов. И оказать эту помощь деткам нуждающимся. То есть в этот раз мы планируем прооперировать порядка 20-25 человек. Благотворительная акция «Операция «Улыбка»» в республике проходит уже второй раз. Благодаря качественным и вовремя проведенным операциям эти дети получат шанс улыбнуться и навсегда забыть о своем недуге. Луиза Раджабова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Две недели без воды. В суровую зиму жители села Харахи в Хунзахском районе оказались без самого необходимого. 3 января на местном водопроводе произошла авария. И теперь до весны людям воду в село уже точно не проведут. Как обходятся без воды местные жители и какой выход из ситуации видит районная администрация, расскажут мои коллеги. Здесь, между этих вот гор, находится главная проблема жителей села Харахи. Старый водопровод не выдержал заморозков и лопнул. Местные жители уже две недели без воды. На этот раз беда пришла туда, где ее как раз таки ждали. Неожиданностью коммунальная авария в Харахи не стала, ведь случилась не на пустом месте. Это следствие затянувшейся проблемы. Дело в том, что водопроводу уже свыше 40 лет. Его срок эксплуатации истек еще 20 лет назад. И об этом знали все, но никто не думал, что подвезти он может в самый неподходящий момент. Так таскаем. И не близко, далеко мне таскать надо ее. И суставы болят, и спина болят, все равно придется таскать. Что делать туда? Надоело, конечно. Кому нравится это. У каждого дома вода. Привыкли. А зимой нету, особенно когда нужно, нету воды. Селение очень большая проблема. Как эта вода поступала, селение лет 40. С тех пор здесь эта проблема есть. Но такой проблемы, как сейчас, не было. Было и в 2017 году, но никто не зашевелился. И в 2014, и в 2013 году было. Даже внимания не обращают. И не раз я думаю, за что наши предки воевали? За что они умирали? За то, что мы здесь ходили без воды, что ли? Сходим, говорят, по всем инстанциям раньше ходили. Но результаты сегодня мы видим, машина здесь стоит. Водовоз сейчас вынужденная мера. Это все, что могла предпринять в кратчайшие сроки местная администрация для временного решения проблемы. Воду возят из соседнего села. Каждые три дня по 10 тонн воды на более чем тысячи жителей. Этого, конечно, хватает, но вести хозяйство в таких экстремальных условиях чрезвычайно тяжело. В семье Кайтмазовых маленький ребенок воду до дома носит муж из центра села и ходить приходится по несколько раз в день. Все было тяжело, когда особенно привыкаем к комфорту, когда из крана идет вода, непривычно без воды. Но справляемся. Берем воду из бассейна для посуды мыть, овощи, фрукты, все помыть. Исправить проблему сейчас не представляется возможным. По словам местных властей, по сугробам невозможно добраться до источника проблем. Абсолютно невозможно и морозы, и снег. На равнине снег не особо толщина, но в данный момент именно в горах снег. Хорошие глубины сугробы высотой, одноэтажный дом однозначно. Ни пешком, со всем обмундированием, ни на машинах невозможно подступиться к этому месту аварии. Такая ситуация с подвозом воды сохранится до весны. Но даже тогда просто залатать проблему, как это делалось в предыдущие годы, не получится. Водопровод нуждается в полном обновлении, и здесь это понимают все. Мы решили выяснить, что думает об этом районная администрация. В этом году заложены средства, в смысле будут выделены средства в размере 35 миллионов рублей. Это и республиканский бюджет, и федеральный бюджет. И в этом году мы постараемся построить новый новый водопровод. То есть система водоснабжения полностью... Да, заменят эти старые, это самое. Оно было в перспективе, вопрос стоял только в деньгах. Нам в этом году обещали 35 миллионов рублей именно на этот водопровод. Работы начнутся уже в этом году. 35 миллионов из регионального и федерального бюджетов уже выделено. Пойдут ли деньги в нужное русло, мы сможем узнать только через год. Ну а пока жителям села Харахи предстоит нелегкая зима с баклажками наперевес. Хадижа Крубанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район. Какой будет налог после кадастровой оценки имущества? Вопрос был одним из обсуждаемых в республике в прошлом году. Для полного понимания происходящего по этому поводу накануне прошла пресс-конференция министра имущества республики Агарагима Кагиргаджиева. В 2019 году ведомством утвержден перечень объектов налогообложения, по которым налоговая база будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов. Всего в перечень вошло более 13 тысяч объектов. По словам министра, кадастровая оценка должна быть справедливой и ниже рыночной. Но если кто-то не согласен с нынешней информацией и считает, что суммы завышены, то вправе опровергнуть эти данные, заявив в Минимущество. С 1 января этого года Дактехкадастр начал прием заявлений на исправление ошибок по завершенной кадастровой оценке. Каждый конкретный случай будет рассмотрен в специальной комиссии. Любой собственник имущества может подать заявление в Дактехкадастр или в Минимущество, или через МФЦ, подать заявление на исправление кадастровой ошибки. Если и это не устроит, тогда нужно обратиться в комиссию, которая будет рассматривать каждый отдельно этот случай. И будет корректировать при наличии, естественно, каких-то аргументов. Нельзя просто прийти и сказать, а я не согласен. Если будут приведены аргументы того, что действительно завышена кадастровая стоимость, это все будет изменяться. В Каспийске вспоминали трагические события 24-летней давности. Росгвардейцы почтили память сослуживцев, погибших во время кизлярских первомайских событий 1996 года. Отдать дань памяти своим коллегам пришли участники тех событий, среди которых были как действующие сотрудники, так и ветераны. Алина Богилова продолжит. В январе 1996 года жители Кизляра проснулись от грохота пулеметных очередей. Банда Радуи ворвалась в город на рассвете. Они захватили больницу, заняв родильное отделение. В заложниках оказалось более тысячи человек. Тогда погибло около 80 жителей города. Боевики, пришедшие из Чечни, штурмовали аэродром, воинскую часть и стратегические объекты. Уличные бои шли во всем городе. Террористы стреляли по жилым домам и убивали мирных граждан. За каждого погибшего боевика они грозили расстреливать по 15 мирных жителей. До 18 числа продолжались боевые действия. Активная фаза закончилась 18 числа. Более 200 боевиков было уничтожено, задержано, взято в плен и ранено. Но и, к сожалению, не обошлось потерь и со стороны наших федеральных сил и местного населения. Лидер террористов Салман Радуев заявил по местному радио, что в город пришли волки и не уйдут, пока Россия не выведет федеральные войска из Чечни и всего Северного Кавказа. Двое суток, трое суток, сколько будем держаться, и до последнего патрона, до последней капли крови мы готовы принять здесь смерть. Какая нам разница, что мы умрем здесь, в Первомайске, что умрем там где-то в Новогрозном. 9 числа СОБР был поднят наш по тревоге и отправлен в город Кизляр для проведения специальных мероприятий. В дальнейшем эти специальные мероприятия вылились в селение Первомайское в открытое ожесточенное сражение. В течение 15-18 января подразделения ФСБ и МВД штурмовали село Первомайское, куда переместились боевики с частью заложников из Кизляра. Большинство террористов было уничтожено огнем артиллерии и авиации. Радуеву с частью подручных удалось скрыться. 18 января к 15 часам федеральные силы овладели Первомайским. Было освобождено около 90 заложников. В тот период, как я сегодня помню, каждый из наших коллег-сотрудников духом держался. Он был готов. У него внутри такое чувство – освобождение земли. После нападения банды Радуева на Кизляре Первомайское в память о жертвах террористической атаки 9, 20 и 21 января 1996 года в Дагестане были объявлены днями трауры по жертвам терроризма. Живые цветы, вечный огонь и песня журавли, давно ставшая гимном памяти погибших, вновь напомнили о том страшном воскресенье и последовавших за ним долгих днях напряженного ожидания развязки. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Касписк». И немного о спорте. Представители руководства республики посетили учебно-тренировочный сбор дагестанских вольников. В пригороде Махачкалы борцы готовятся к началу олимпийского сезона. О чем говорили политики и спортсмены, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Первым стартом сезона для борцов станет гран-при Иван Ярыгин. До начала международного турнира в Красноярске остается уже меньше недели. Подготовка команды вышла на финишную прямую. Все нагрузки уже идут на спад. Этому году наша команда чуть по-другому настроена, очень сильно настроена, как Олимпийский год. И все хотят себя показать. И вот кто хочет на Олимпиаду попасть, мы можем тут уже сейчас и олимпийскую начинку, и олимпийскую группу, и чтобы рассматривать его. И данный план не ставим, мы просто тем больше, тем лучше вот так стараемся, зарабатываем. Добиться максимального представительства в Олимпийской команде – такое пожелание борцам выразили гости, посетившие одну из заключительных тренировок. В беседе члены правительства подчеркнули, что золотых медалей от вольников ждет огромная армия болельщиков. Я абсолютно уверен, что мы победим, потому что в уровне физической подготовки, духовной подготовки мы сильнее многим. Но второе я хочу пожелать, чтобы независимо от того, что будет на коврах схватки, наши болельщики вели себя всегда достойно. Ребята, где вы находились, будьте правильным, воспитанным, красивым. Вы представляете лицо народа в нашей республике, лицо нашей страны, где вы не находились. Ваше поведение – это наше общее богатство дагестанское, российское. Счастливого вам пути. Команда, в свою очередь, постарается оправдать возложенные на нее надежды. За внимание и поддержку гостей поблагодарили Абдул-Рашид Садуаев и Сажид Сажидов. У нас команда в основном очень такая молодая. Если лет пять назад я в этой команде был один из самых молодых, сегодня, можно сказать, я один из ветеранов здесь. Поэтому молодежь растет, молодежь наступает на ноги. И я думаю, что каждый из них может стать лидером в своем месте нашей страны и на чемпионате мира и Европы. В Красноярск поедет 35 дагестанских борцов. От этого турнира освобождены три действующих чемпиона мира – Абдул-Рашид Садуаев, Гаджумрад Рашидов и Завуру Гуев. Спортсмены, возможно, без отбора выступят на чемпионате Европы в Италии. По словам Сажида Сажидова, лидеров должна будет подстраховать молодежь. Будем надеяться, что какие-то молодые, что мне всегда нравится, и говорю, подчеркиваю, это какой-то молодой парень. Какой-то появился, ворвался в команду с горящими глазами, который, как говорится, поезд уходит, олимпийская команда уезжает, а он в конце подпрыгнул, ну, запрыгнул, зацепился за последний вагон. Да, вот таких ребят, появление таких ребят, мы на это надеемся. Турнир в Красноярске пройдет с 23 по 26 января. В столицу Сибири вольники отправятся 21 числа транзитом через Москву. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова